Друзья, приветствую вас! Вы смотрите канал Политека. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами, за то, что смотрите, поддерживаете. Не забывайте также этому видео поставить ваш лайк, подписаться на наш канал, если этого еще не сделали, написать вопрос, либо же комментарий под этим видео. Для нас это очень важно и, как всегда, самые интересные вопросы мы отбираем и задаем нашим уважаемым экспертам. Сегодня мы в виртуальной студии. Игорь Яковенко, Игорь Александрович, мы приветствуем вам. Добрый день, здравствуйте, Эдуард. Приветствую вашу аудиторию. Предлагаю с вами начать с такой темы. Появилась информация о том, что Германия, Франция и Великобритания предлагают создать оборонный пакт между НАТО и Украиной, как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией, даже если Москва продолжит оккупацию украинской территории. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Украине предоставят гораздо более широкий доступ к передовой военной технике, оружию, боеприпасам для самообороны после окончания войны. Игорь Александрович, как вы оцениваете такую инициативу? Как-то она очень... как афера какая-то звучит. Потому что мы вам дадим весь доступ, но давайте вы садитесь за стол переговором. Или это, скажем так, такой ответ на китайский мирный план и в Европе не верят в способность деоккупировать Украину? В Европе разные люди. На самом деле есть НАТО, есть страна, которая, ну не то чтобы возглавляет НАТО, но является наиболее значимым участником этого блока Соединенные Штаты Америки. И по этому поводу Байден достаточно ясно и внятно занял эту позицию. Значит, что с Украины до конца. И задача заключается в том, чтобы Украина победила. Чтобы была победа Украины на украинских условиях. Сегодня существует достаточно большое количество желающих прекратить эту войну как можно скорее. В том числе за счет территории Украины. Только что прозвучало предложение Китая. В общем, достаточно понятное. То есть, фактически прекратить войну, усадить Зеленского и Путина за стол переговоров. И фактически, ну что называется, сдать Украину. Понятно, что этот план китайский, он полностью и целиком на пользу Путина. Потому что если каким-то чудом удастся это сделать, этого, конечно, не будет по понятным причинам, потому что Украина никогда на это не пойдет. Но в этом случае просто, а в чем смысл тогда поставок вооружения Украины? Ну просто такой детский вопрос. А в чем смысл тогда поставлять вооружение Украине, тратить на это немаленькие деньги, если Украина с Россией уже договорились? Тогда все, можно выдохнуть, можно опять восстановить, вернуться к той жизни, когда Европа снабжалась российским газом. В чем тогда проблема? Надо тогда снимать санкции с Россией, возвращаться к той жизни, которая была до этого. Только, стоит только небольшой поправкой, что Россия оккупирует еще большую часть территории Украины. И, что самое главное, Россия получает передышку, Путин получает передышку, столь необходимую ему сейчас, для того, чтобы, во-первых, укрепиться на тех рубежах, которые он уже оккупировал, и, во-вторых, начать перевооружение армии, начать дополнительное производство боеприпасов, военной техники, провести еще парочку волн мобилизации, ну и с новыми силами начать агрессию против Украины. Те, кто этого не понимает, либо идиоты, либо подонки. Вот все, что я по этому поводу могу сказать. Значит, я думаю, что на сегодняшний момент никаких шансов на то, что руководство Украины сейчас пойдет на то, чтобы начать переговоры с руководством России, я думаю, никаких шансов на это нет. И об этом было ясно сказано. Значит, в данном случае вот такого рода инициативы, они, возможно, приведут к тому, что будет постоянный разговор о том, что, смотрите, человечеству нужен мир, нужен, предлагается мир. Вот китайцы предлагают мирный вариант, вот еще есть в Европе предлагается мирный вариант. И кто против? А против оказывается Украина. Так кто же у нас агрессор и разжигатель войны? Ну Украина же. То есть это на самом деле совершенно откровенная антиукраинская выходка. Откровенная антиукраинская выходка, а сегодня все, что антиукраинское, пророссийское. Я думаю, что это плохая история. Я думаю, что на сегодняшний момент есть некоторые площадки, которые достаточно серьезно консолидируют западный мир. Это Рамштайн. Люди собираются с понятной целью предоставить оружие Украине. Это была Менхенская конференция по безопасности, где тоже была консолидированная позиция. Ну а все остальное, да, есть достаточное количество людей, в том числе в Европе, которые хотели бы вернуться вот к такой привычной мирной жизни, в которой, ну то есть, собственно говоря, так же, как участники Менхенского сговора до Второй мировой войны, они же тоже, в общем-то, не ища диада. Они хотели просто, они просто хотели мира. Хотели мира с агрессором, хотели мира с фашизмом. Ну, к чему это привело, мы хорошо знаем. Ну, а, кстати, вы проанализировали немножко Китай. И есть такая мысль о том, что Китай не может допустить, чтобы Россия проиграла, потому что тогда США сосредоточатся на нем. Такое мнение высказал член Совета по политике в области иностранных дел Госдепартамента США Хелл Брэнс в колонке для Блумберг. Именно с этим и связано появление мирного плана Китая, или, как говорят аналитики, с внутренними проблемами самого Китая. Это потеря рынков, логистических цепочек из-за войны и перенос производства из Китая в другие страны. Ну, к вопросу по своему мирному плану, он так как-то сформулирован не очень понятно. И как тогда Китай собирается стать мировым центром силы с таким подходом? Потому что если так далее, такая позиция будет звучать, как говорили в Китае, это не мирный план, это позиция, то тогда никто обращать внимание на такие предложения не будет. Ну, я думаю, что и сейчас на это предложение никто особого внимания не будет обращать, потому что к кому это обращается? К кому этот мирный план? То есть, кто адресат этого мирного плана? Если адресатом этого мирного плана является Украина, то есть, ну вот есть участники этой войны, есть стороны этой войны. Значит, к кому должно быть адресовано это? К Украине? Ясно, что Украина этот мирный план поддерживает. Россия, ну, здесь понятно, но в любом случае совершенно очевидно, что какие-то переговоры вот сейчас между двумя этими сторонами, которые Путин заявляет о том, что, значит, вот есть исконно русские территории, которыми он, по сути дела, называет всю Украину, значит, есть украинское руководство, президент Украины и вооруженные силы Украины, украинский народ, который считает международно признанной границей Украины, это единственно возможный предмет для начала разговора. Ну, в данном случае начало разговора не может состояться. прекратить, прекратить, так сказать, военные действия в условиях, когда Украина сейчас получает вооружение для наступления, для того, чтобы освободить. То есть, по сути дела, если отбросить всю шелуху, то этот мирный план, так называемый мирный план, он нацелен на то, чтобы не дать Украине освободить свою территорию. Вот на что нацелены все мирные планы, которые сейчас предлагаются. Мирный план Китая, мирный план других европейских каких-то людей, мирный план Явлинского и так далее. То есть, много этих миротворцев, но они все нацелены только на одно. Не дать Украине освободить свою территорию. И сделать эту войну вечной, просто бесконечной. Потому что понятно, что до тех пор, пока Путин не будет разгромлен, путинская оккупационная армия не будет разгромлена, война будет продолжаться. Только она будет продолжаться на гораздо более худших для Украины условиях, чем они есть сейчас. Кстати, недавно, вернее вчера, Владимир Зеленский давал пресс-конференцию журналистам, и он сказал о том, что надеется, что Китай не будет поставлять России оружие. Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие России. Для меня это очень важно. Это номер один. И я так вижу, говорю и делаю все, чтобы не допустить этого. Лучше там, где сейчас Китай, чем в объятиях с Российской Федерацией. И это риски, что это будет Третья мировая война. Но когда вы говорите о том, что Китай хочет сделать эту войну вечной, а что из этого Китай получает? Многие там начинают говорить, что Китай положил глаз на Сибирь. Опять-таки, Китай рассчитывает на то, что он будет бенефициаром при любом исходе войны. Если война затягивается, то это, естественно, отвлекает внимание блока НАТО, отвлекает внимание Соединенных Штатов Америки. И возникает возможность реализации одного из намерений Китая. Это Тайвань. То есть, что Соединенные Штаты Америки будут слишком заняты и поставками оружия в Украину, и поддержкой Украины для того, чтобы не вмешаться решительно на стороне Тайваня в случае китайской агрессии. Это один вариант. В случае ослабления России, да, действительно, это большая надежда на то, что если Россия ослабнет ниже какого-то допустимого предела, то есть начнется, так сказать, смута, начнется развал России, то в этом случае Китай может реализовать свою давнюю мечту о возврате, как они считают, оккупированных северных территорий, о берегу Амура. То есть это, в любом случае, Китай занимает такую позицию, сидя на горе, на берегу, значит, ждать, пока вниз по течению проплывут трупы врагов. Вне зависимости от того, какие враги это будут, Китай рассчитывает, что он будет бенефициаром этой войны. Так что, но тут проблема заключается в том, что вот в этой ситуации вероятность того, что, значит, вот произойдет, ну, скажем так, эта идея мирного плана, она настолько лицемерна, что она, ну, заставляет вообще сомневаться, а стоит ли иметь дело, ну, понятно, в торговом отношении Китай, безусловно, продолжит существовать как важнейший элемент экономической политики мировой, но стоит ли вообще разговаривать, стоит ли иметь дело с такого рода дипломатией, которая демонстрирует свое предельное лицемерие. То есть, с одной стороны, Китай, значит, говорит о необходимости срочно мирных переговоров, с другой стороны, все-таки, пока Китай не поддерживает Россию летальным оружием, но какая-то поддержка России оказывается, там, обмондированием, еще чем-то. То есть, на самом деле, Китай, в общем-то, не нейтрален в данной ситуации. Он, в общем, ну, пусть не решающим образом, но поддерживает Россию. Игорь Александрович, ну, мы можем точно так же сказать и о других странах. Там, США заявили о том, что готовят несколько механизированных бригад ВСУ для прорыва обороны русских, об этом сообщал директор Пентагона. Великобритания готова передать дальнобойные ракеты. То есть, с одной стороны, говорят о каком-то переговорном треке, а с другой идет активная подготовка к наступлению. Так это разные люди говорят, одни говорят. То есть, здесь нет никакого противоречия. Это просто этим занимаются разные люди. И тот же самый Запад, он, на то он есть демократический, на то он есть свободный, чтобы там присутствовали разные люди, в том числе и люди, чьи взгляды нам очень сильно не нравятся. В тех же самых Соединенных Штатах Америки абсолютное большинство поддерживает Украину, но в то же время совершенно свободно проходит манифестация тех, кто поддерживает Россию. Наличие свободы слова, свободы пресса, оно гарантирует то, что подавляющее большинство СМИ поддерживают Украину, но есть и Fox News, есть Такер, вот этот знаменитый, который фактически является уже сотрудником Russia Today, наверное, который постоянно поддерживает Россию и выступает с антиукраинскими заявлениями. Есть Байден, который поддерживает Украину, есть Трамп, который говорит о том, что Украину не надо поддерживать. То есть, есть разные люди. На то и есть американская свобода. Она такая. В данном случае я не вижу здесь никаких противоречий. То есть, нужно тогда акцентировать, что когда мы слышим различные заявления, еще нужно анализировать, кто их делает. Конечно. Игорь Александрович, а вот Владимир Зеленский еще недавно сказал, что просил Эрдогана о встрече с Путиным еще до войны. Тогда Эрдоган, по сообщениям, он не смог организовать эту встречу, а уже теперь говорит, что может организовать эту встречу, но, понятно, уже украинская сторона не желает. Как сказал Владимир Зеленский о том, что уже не с кем говорить. Вот эта позиция, по вашему мнению, что значит, что Путин уже, скажем так, не решает того, что происходит? Или то, что свою позицию по Украине он не примет, вернее, не изменит? Или Владимир Зеленский имел, возможно, что-то еще иное? Ну, хорошо известна позиция Зеленского, которая до войны, до войны, подчеркиваю, до вторжения. Ну, имеется в виду, война-то идет с 2014 года, но, скажем так, с момента полномасштабного большого вторжения и начала большой войны в Европе. До войны Зеленский, выступая, обращался к Путину с публичным заявлением о том, что он на коленях готов стоять, значит, для того, чтобы не было этой войны. Но когда война началась, о чем разговаривать? То есть, все уже, уже бесполезно разговаривать, уже много чего произошло, уже произошла Буча, уже произошел Мариуполь, уже были оккупированы новые территории украинские, уже убито огромное количество украинских граждан, после этого о чем говорить? Путин просто перестал быть собеседником. Вот эта вот проблема, которую достаточно четко сформулировал Зеленский, о том, что, как бы, говорить с Россией можно, но в том случае, если Россию будет представлять не Путин. Это вполне ясная, четко сформулированная позиция. Я думаю, что она абсолютно правильная. Ну, а что касается желающих говорить с Путиным, ну, хорошо. Я надеюсь, что таких желающих не будет ни в Украине, ни в Соединенных Штатах Америки, ни в конечном итоге и в Европе. Хотя, конечно... Ну, я так понимаю, что... Нет, я закончил. Да-да-да, Игорь. Я просто понимаю, что эти обращения, такая риторика, это был некий сигнал для российских элит, возможно. Кстати, недавно была такая информация, что за год с момента вторжения Российской Федерации в Украину российские миллиардеры потеряли 20% своего состояния, сообщает об этом Bloomberg. Понятно, что неравномерно кто-то больше, кто-то меньше, но в целом это довольно-таки показатель. С другой стороны, мы понимаем, что, наверное, недостаточно для какого-то дворцового переворота. Но все же, когда Владимир Зеленский говорит о том, что мы готовы говорить с Россией, но не готовы говорить с Украиной. Если мы готовы говорить с Россией, но не готовы общаться с Путиным, то, я так понимаю, это сигнал того, что если вас что-то не устраивает, поменяйте Путина, и тогда мы готовы с вами говорить. Да, совершенно верно. Это вполне понятная позиция украинского руководства. Проблема только в том, что, когда вы говорите о дворцовом переговороте, то надо отдавать себе отчет, а кто находится во дворце. И вот российские олигархи, о которых вы только что сказали, они не находятся во дворце. Они находятся на достаточно большом равноудалении от дворца. Поэтому переворот они не могут совершить никак, потому что они не имеют, так сказать, близости к телу и, что называется, не являются дворцовыми людьми. Это не штатские, да? Да, но они достаточно далеки от этого. То есть, что называется, там нет точки приложения усилий, которая может привести к перевороту. Поэтому переворот теоретически возможен, но в основном это может быть результата очень сильного изменения отношения и утраты Путиным поддержки силовиков. Вот это ключевой вопрос. На самом деле война же все меняет. Война изменила, так сказать, соотношение различных видов капитала. То есть, если до войны финансовые капиталы, сколько у кого на счету и кто там на какой строчке в списке Форбса, это имело решающее значение, очень большое значение. То во время войны большее значение имеет то, сколько у кого под ружьем, сколько у кого штыков. И поэтому сейчас в значительной степени силовые структуры доминируют. И очень важно, насколько верность Путину сохранят Росгвардия, ФСО, ФСБ, армия. То есть, вот это является сейчас основой. А не то, какие там кошельки Путина сохранят ему верность. Проблем здесь нет никакой. Поэтому ключевой вопрос это на сегодняшний момент, и в конечном итоге самое главное происходит на фронте. Вот если украинская армия сможет, и я надеюсь это произойдет, разгромить российских оккупантов, то тогда какие-то изменения настроения в силовых структурах, возможно, начнутся. Возможно. И если это произойдет, то это будет впадение России в смуту. Вот это то, что может прекратить войну сразу. То есть, в этот момент война империалистическая, война колониальная, по сути дела сейчас именно такую войну ведет Путин, она очень быстро превратится в войну в мифиозных кланах, внутри России. То есть, тогда уже Украина избавится от этого агрессора. Россия приобретет очень серьезные проблемы, которые могут стать концом ее существования. Но это, я еще раз подчеркиваю, к этому перевороту, к этому изменению событий российские олигархи, если и будут иметь какое-то отношение, то очень-очень опосредованно. Ну, по поводу фронта, есть оптимистические заявления. Недавно Валерий Залужный сказал о том, что в этом году мы вернем Мариуполь. Он зачастую довольно такие консервативные делает оценки, какие-то высказывания, но в этом случае он крайне уверен и оптимистичен. То будем надеяться, что его заявления, они действительно в скором времени оправдаются. Еще хотел об угрозах с вами кратко поговорить. Кремль готовит операции под чужим флагом. В Американском институте изучения войны подтверждают то, что сообщила наша разведка украинская, что Россия готовит операции в Молдове и Черниговской области на границе с Украиной и Беларуси. Кремль может готовить атаки под видом украинцев, чтобы вынудить Беларусь присоединиться к войне. Насколько, по вашему мнению, такой вариант событий, он возможен, реален? И в этот раз не пропетляет ли между капелек господин Лукашенко? Да, действительно, Лукашенко сделал уже заявление о том, что есть единственный возможный вариант, при котором Беларусь, белорусская армия вступит в эту войну на стороне России, то есть против Украины. Это в том случае, если Украина нападет первой. Естественно, в этой ситуации возникает соблазн для Путина совершить вот эту провокацию и, так сказать, устроить то, что называлось во Второй мировой войне, большой глявец. То есть переодеть людей в украинскую форму и таким образом спровоцировать вхождение в войну Беларуси. Ну, теоретически это возможно. Я не вижу здесь, понимаете, когда мы говорим о путинской России, то там нет никаких ограничений с точки зрения морали, права. Это вполне возможно. Тут есть некоторое различие. Когда гитлеровцы устраивали глявец, то все-таки не было столь, так сказать, очевидных, столь серьезных систем наблюдения. То есть то, что произошло, было расследовано в дальнейшем. А тогда, в общем, это происходило. То есть не было спутникового наблюдения, не было прослушек и так далее. То есть на самом деле на сегодняшний момент вот эта провокация, она будет настолько очевидна всем. Не знаю, готов ли. Да, это мало смущает Путина, но тут вопрос выгод, потому что если белорусская армия вступит в войну, она будет достаточно быстро уничтожена. Она небольшая, она не очень хорошо подготовленная. Все-таки украинская армия хорошо мотивирована, и она воюет очень давно и умело снабжена серьезным, в том числе сейчас уже натовским оружием. Поэтому я думаю, что сравнительно небольшая белорусская армия будет довольно быстро уничтожена. И после этого Лукашенко просто превратится уже в окончательного карманного диктатора, ну чем-то напоминающего там Януковича, Медведчука и так далее. Его придется полностью, Путину придется полностью обеспечивать функционирование этого режима, если армия белорусская будет уничтожена. Поэтому, хотя рассчитывать от Путина каких-то шагов на уровне рациональности не приходится. Но здесь я бы полагался в большей степени на, так сказать, инстинкт выживания у Лукашенко. Я думаю, что даже в том случае, если такая провокация будет осуществлена, все-таки у Лукашенко будет вопрос. Ведь то, что это провокация, будет ясно сразу. Это будет ясно сразу. И для Лукашенко будет выбор. Либо сделать вид, что он поверил в эту провокацию и действительно включиться в войну. Либо все-таки занять несколько иную позицию, исходя из инстинкта самосохранения. Сделать какое-нибудь заявление о том, что мы не знаем, кто это напал, ну и так далее. Ну, гадать на кофейной гуще я не буду, но еще раз говорю, что ситуация в любом случае будет катастрофичной для Лукашенко. Сможет ли и катастрофичной не только для Лукашенко, но и для Путина? Потому что у Путина возникнут проблемы. А решающего перевеса все равно сравнительно небольшая белорусская армия на фронте не даст. Поэтому я не уверен, что, вот нет у меня уверенности, что на такую провокацию готовы будет руководство. Потому что все-таки сейчас в какой-то степени командование, если поначалу Путин во многом в ручном режиме все делал, то сейчас все-таки Герасимов восстановил единоначалие. И я очень надеюсь, что вот таких вот откровенных глупостей все-таки российская армия делать не будет. А это очевидная откровенная глупость. Ну, кстати, недавно же было высказывание от Лукашенко, чем он удивил о том, что, как показывают последние дни, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, ни тем более Украины, концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну мы не замечаем, сказал Лукашенко китайским и местным СМИ. Вот по поводу Молдовы, то, что я вспоминал также в этом институте изучения войны, вспоминали, как вам видится эта ситуация? Потому что есть мнение, что ликвидация Приднестровской Молдавской Республики может поставить крест на возможной реализации мирного плана Китая. Если операция начнется, то это будет, скажем, такой автоматический ответ. И ситуация вокруг Молдовы очень обострилась. Мы помним, как Владимир Зеленский передал документы и разведданные Майю Санду, предупредил. И потом от Российской Федерации неоднократно начали звучать такие мессенджи о том, что украинская сторона готовит провокации. Вы знаете, тут вопрос, мне кажется, тоже связанный с рациональностью. Что касается рациональности Путина, то рассчитывать на нее довольно сложно. Но все-таки там есть еще и военные, и генштаб, и тот же самый Герасимов, в котором все-таки здравый смысл присутствует. Что такое провокация в Приднестровье? Это фактически начало войны на Два фронта. Потому что, ну, по сути дела, это втягивание в войну. Ну, сложно представить себе, чтобы Румыния, страны НАТО совершенно спокойно смотрели бы на то, как Путин пожирает Молдову. Страна, которая на самом деле сейчас пользуется очень большой поддержкой Европы, которая является в значительной степени, но мы как-то стараемся избегать таких слов, как братские народы, учитывая, так сказать, определенный негативный шлейф, который сопровождает это высказывание. Но если все-таки отвлечься от этого негативного шлейфа, то, конечно, Молдова и Румыния, безусловно, населены братскими народами, то есть родственными, очень родственными народами, которые, в общем-то, говорят фактически на одном языке. И, так сказать, предположить, что совершенно спокойно кто-то будет смотреть на то, как Путин пожирает Молдову, я с трудом это представляю. Я думаю, что это будет основанием для... Я же не говорю про санкции. Санкции, бог с ним, они оказывают долговременное воздействие, но непосредственно не меняют ситуацию. Но я думаю, что в этом случае возможно не просто срочный созыв сессии Совета Безопасности, но и, возможно, и участие стран НАТО в отражении этой агрессии. Потому что это уже будет очевидная совершенно новая военная агрессия. Это будет свидетельство того, что никто в Европе уже не может избавиться от опасности вторжения. И я не исключаю, что в этом случае просто та же самая Румыния будет инициировать другую совсем качественную другую реакцию со стороны стран НАТО. Просто потому, что это будет действительно показатель того, что, ну хорошо, Украина, сейчас Молдова, дальше Грузия, потом страны Балтии. То есть, на самом деле, я думаю, что если такая авантюра будет осуществлена, то падение путинского режима очень сильно может ускориться. Кстати, по поводу различных угроз именно еще в самой Российской Федерации. Недавно была такая интересная история. Хочу, чтобы вы немножко разъяснили, как вы это воспринимаете. Кстати, Пригожин, как уже поговаривают, выводит свой пиар на новый уровень после критика Герасимова. Он переключился на губернатора Евгения Куевашева. А поскольку его, как говорят, курирует Кириенко, то, по сути, схлестнулся, сошелся с самим Кириенко. В ходе этой ссоры Пригожин анонсировал возвращение в Российскую Федерацию сталинских казней. Передает об этом диалог ЮА. А вот Куевашев весьма дерзко высказался в адрес Пригожина. Он посоветовал Пригожину перестать совать нос в его дела. И говорит, если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет питаться, управлять страной, мы далеко не уедем. Выстряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся, заявил российский губернатор. Ну, то есть, я так понимаю, что риторика Пригожина, когда он говорит о том, что вернут сталинские казни, это прямая угроза расстрелять российскую элиту или что это? Пригожин находится в довольно сложном положении, хотя совершенно нельзя сказать, что он там в опасном положении, потому что действительно его выдавливают, его выдавили фактически с его вот этой синекуры, когда он мог брать неисчерпаемое количество уголовников из зон и бросать их на фронт, на этом зарабатывая себе очки. Теперь эту опцию переключил на себя Шойгу. Значит, Пригожин по-прежнему находится в жесткой конфронтации с Министерством обороны, ну и для того, чтобы, так сказать, постоянно находиться в топе новостей, он производит постоянное, так сказать, расширение сферы своей конфликтности. На этом он строит свою популярность. Он сейчас выступает в роли такого, так сказать, уголовного криминального Робин Гуда, который, так сказать, борется со всей несправедливости и выступает там против коррупции, ну в частности его конфликт с Шойгу, он связан еще и с упреками Шойгу и Министерства обороны в коррупции и так далее. То есть на самом деле он выступает именно с позиции такого народного заступника. Я просто к вашим словам, чтобы мы не отдалились. Есть такая версия, что следующий ход Пригожина, это может как раз быть то, что он сдаст позиции под Бахмутом, обвинит в этом Генштаб в том, что не снабжение, из-за этого пришлось отступить, потому что он рискует просто потерять Вагнер, который просто уничтожит в боях остатки, потом отожмут, например, в пользу редутера. Ну, во-первых, это уже происходит, я имею в виду, благодаря тому, что Министерство обороны и Генштаб очень умело, так сказать, подставляют Пригожина, его уголовников, они просто действительно лишают их боеприпасов и тут недавно Пригожин выложил, так сказать, большой участок земли, уложенный трупами своих солдат, говоря о том, что смотрите, сколько мы сейчас теряем. Значит, это действительно сознательное уничтожение, то есть Министерство обороны выдавливает вагнеровцев с фронта, потому что, в общем-то, их не устраивает. Ну, понятно, что фактически существование таких бандформирований на фронте, оно мешает единоначалью, и главная задача Герасимова, когда он восстановил руководство контроля над армией, главная задача была восстановить единоначалье, он это фактически сделал. Значит, Пригожин переключается на другие, у него много сфер помимо фронта, у него там остается Африка, есть Центральная Африканская Республика, которую он контролирует, он по-прежнему зарабатывает на государственных подрядах, на государственных заказах, ну и в данном случае, для того, чтобы держаться на плаву, держаться, так сказать, постоянно в повестке дня, он начинает атаковать различные структуры, с которыми он не поделил, в том числе и финансирование, прежде всего, государственные заказы. Так у него был конфликт с Бегловым, с губернатором Санкт-Петербурга, в связи с разными взглядами на то, кто должен воровать из бюджета Санкт-Петербурга. Конфликт с Министерством обороны, то же самое по поводу подрядов. Ну и вот сейчас конфликт с Куевашевым. Конфликт с Кириенко, у него давний, и Кириенко до войны удалось отодвинуть Пригожина от тела Путина, но потом, когда война началась, и стало ясно, что воевать, в общем-то, некому, Пригожин предложил свои услуги, и эти услуги были приняты. Сейчас, так сказать, особой нужды вагнеровцев, в общем-то, как считает генералитет, нет, поэтому мы их решили снова отодвинуть. Но я думаю, что, во всяком случае, до конца вот этой смуты, которая, скорее всего, начнется после войны, Пригожин будет на плаву. Такие, как он, и его бандиты будут востребованы, потому что в условиях мафиозной войны именно такие, так сказать, бандиты, они, в общем-то, нужны. На фронте эффективность таких подразделений, она возможна только в том случае, когда они не работают вообще со всем армией. Ну, а так, в общем-то, частные военные компании в такой войне, которая сейчас идет в Украине, они, как правило, все-таки не в состоянии себя показать. Так что, скорее всего, роль Пригожина в этой войне сыграна. Вы знаете, интересная фраза у вас прозвучала, зная то прошлое, которое было у Пригожина, именно формулировка Пригожин предложил услуги Путину. Но, кстати, еще по поводу Вагнера была такая интересная история. Экс-командир отделения ЧВК Вагнера Андрей Медведев, который, помните, сбежал в Норвегию, давал там показания и так далее. Он был арестован за драку возле бара в центре Осло. И также за насилие в отношении полицейских при задержании. Очень какая-то странная и подозрительная история сбежать от Вагнера после такого разоблачения, которое он сделал, устроить пьяную драку, напороться на возможную депортацию. Или же это крайне подозрительно, или же, наоборот, с другой стороны, крайне глупо. Я думаю, что здесь не надо искать какую-то конспирологию там, где речь идет, все объясняется обычной глупостью. Это знаменитая антиконспирологическая формула, мне кажется, применима и сейчас здесь. Дело в том, что, понимаете, мы много уже, к огромному сожалению, мы очень много уже знаем о том, что из себя представляет ЧВК Вагнер и бойцы этого подразделения, бойцы этого формирования. Это бандиты, значит, уголовники. Рассчитывать на то, что сбежав из ЧВК Вагнер, сбежав из России, эти люди смогут из себя удалить вот этот вот бандитизм. То есть, выйдя из банды, люди, так сказать, суть свою не меняют. Поэтому он ведет себя так, этот ЧВМедведев, он ведет себя так, как он привык себя вести. Он привык быть бандитом. И находясь за рубежом, он им не перестал быть. Поэтому удивляться то, что он ведет себя так, как он вел себя всю свою жизнь, не приходится. Это, кстати говоря, ну, насчет заграницы, там, ладно, это единичные случаи. Они все-таки в массовом порядке не окажутся за границей. А вот в России, в российских городах они оказываются. Я думаю, что после войны, когда эта самая война перерастет в войну мафиозную, то Россия захлебнется кровью. И не благодаря, так сказать, действиям ВСУ, а благодаря действиям своих же солдат, которые будут возвращаться с фронта с оружием в руках. И опыт насилия, опыт убийства будут переносить на улицы российских городов. Игорь Александрович, к вам последний вопрос. 24 февраля. Годовщина. Полномасштабное вторжение в Украину. И, конечно же, подведя какие-то опленные итоги, хотелось бы понять, по вашему мнению, чего добилась Украина, чего добился Путин, Россия. И была недавно информация о том, что сначала полномасштабное вторжение русские войска нанесли по объектам на территории Украины около 5000 ракетных ударов. Большинство было использовано для атак гражданской инфраструктуры и населения. Конечно же, страшно представить, что если бы эти 5000 ракет реально попали в цель. Но тут еще вопрос в другом. Это состояние армии такое, скажем, или пресловутая борьба башен на руку сейчас идет Путину? Или наоборот, уже как тоже конспирологические такие версии о том, что, а может это Путин намеренно хочет проиграть, при этом у него есть какой-то большой план, но вот именно вот такой план уничтожит просто Россию. Ну, последняя версия, она звучит как анекдот. Вот, я думаю, что да, действительно существует такая шутка, что Путин, конечно, это глубоко законспирированный американский шпион, который, значит, заслан, когда-то был заслан или завербован для того, чтобы уничтожить Россию. Да, это анекдот, но он, это анекдот. Что касается причин того, что, и главный вопрос, что же, собственно говоря, произошло за год войны. Путин не добился ни одной из заявленных целей, он не защитил бандформирование ДНР и ЛНР, они на сегодняшний момент пострадали от этой войны больше, чем какая-либо другая территория. Вот, он не смог захватить Украину, он не смог сместить руководство Украины, он не смог ликвидировать украинскую армию, не смог сломить украинский народ. Он не смог ничего. То есть, за год войны он не добился ничего. И, собственно говоря, об этом свидетельствовало и его послание к федеральному собранию, в котором он вообще ничего не сказал, вообще ничего. Это был год войны, и Путин ничего не сказал о состоянии на фронте. Потому что сказать нечего. Рапортовать о каких-то победах невозможно, потому что этих побед нет. Это что, да. Что он добился? Он добился уничтожения более, ну если брать потери, то это более 200 тысяч российских граждан, безвозвратные потери. И это большое количество, очевидно, тоже очень большое количество украинских граждан. То есть, поубивал он много. И среди... Да, вы знаете, вчера была шутка, я прочитал о том, что Путин освободил от желания освобождать 150 тысяч русских солдат. Ну да, ну, значит, я думаю, что вот если говорить, вы назвали цифру 5000 ракет, прилетело, да, значительная часть этих ракет была сбита, другая часть, может быть, промахнулась, но большое количество этих ракет нашли цели. И количество погибших, в том числе мирных граждан, в Украине достаточно велико. Ну, если считать, что это цель, то, значит, вот этого Путин добился. Путин добился очень резкого ухудшения экономического состояния России. Путин привел Россию к состоянию высочайшей степени международной изоляции. Когда во время резолюции по инициативе Украины в Организации Объединенных Наций 140... Свыше 140 стран голосуют в поддержку Украины, только 7 стран, ну, в том числе таких, как Эритрея, Беларусь, вот только 7 стран поддержали Россию. Вот это показатель того, как выглядит сейчас международная поддержка России, то есть изоляция. Что же касается Украины, то она добилась главного, она защитила свою территорию, защитила свою землю, и в в конечном итоге получила гигантскую, небывалую в истории поддержку международного сообщества. То есть 54 страны собираются ежемесячно, постоянно собираются в Рамштане для того, чтобы определить, каким образом помочь Украине военной техникой. И украинская армия становится, если брать по вооружению, по оснащенности одной из самых сильных армий в мире, а если брать по, в совокупности, по реальному умению воевать и боеспособности, то может и самая сильная армия в мире. Вот. Я еще раз говорю, это в целом вот речь идет о том, что вот та армия, которая прямо сейчас может воевать. Вот здесь с украинской армией ничто не сравнится. Это вот реальные результаты. Украина получила в результате этой войны невиданную сплоченность народа и фактически готовность терпеть любые лишения ради того, чтобы победить. Вот, если коротко, то, что произошло за этот год войны. И, конечно, в конечном итоге Путин эту войну проиграл. Как, собственно, было ясно с самого начала. Ну, а сейчас уже очертания этого поражения, они вырисовываются. Пока еще не понять, каким образом, как будет выглядеть это поражение прогнозировать трудно, но оно будет. Это уже очевидно. Игорь Александрович, спасибо огромное за участие в нашей программе. И нашим зрителям хочу напомнить, Игорь Яковенко был с нами на связи. И у Игоря Александровича есть свой YouTube-канал, поэтому обязательно подпишитесь. Друзья, не забывайте, в YouTube вы можете найти в поисковой строке, так и подписаны, если не ошибаюсь, Игорь Яковенко. Подпишитесь, поставьте лайки, ослеживайте и поддерживайте ту работу, которая делится со своим зрителем Игорем Александровичем. Ну, а вам спасибо еще раз огромное. Берегите себя и до новых встреч в нашей программе Политека. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok